Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать на тему природы. Сейчас я буду рисовать, и вы наверное догадаетесь здесь, что я буду рисовать. Природа всегда предлагает нам множество тем для рисования. Берите карандаш и начинайте рисовать. Давайте вместе отправимся на прогулку за горы к морю. Горы навстречу с удивительными животными, которые вам захочется изобразить. Сейчас я рисую набросок. Я думаю уже может кто догадался, кого я рисую. Ребята, пишите в комментариях, сразу догадались кого я рисую или нет. Управляемся на прогулку по сельской местисти. Да, ребята, мы рисуем сейчас зайца. Правильно, мы уже все догадались, что мы зайчика рисуем. У него набросок. Нам осталось только ушки набросок на рисовании. Вот так у нас получилось. И сейчас мы с вами начнем прорисовывать силуэт нашего зайчика. Здесь у нас лапа красивее. Такая у нас блатвая обказа круглевое дело. Такая у нас блатвая обказа круглевое дело. И следующая. Вот сюда такую линию он не стоит. Ушки рисуем. Следующая. Далее мы прорисовываем лапки. Ушки рисуем. И у мордочки вот здесь лицом такую линию. Вот так она идет. Сюда проходит. И к мордочке. Вот здесь мы прорисовываем. У нас такой хвостик вот отсюда будет идти. Далее рисуем здесь вот на глазик. Посрединке. Нашему зайчику. Вот такой вот. Нашему зайчику. Теперь мастерам вот эти все ненужные линии. Которые нам нужны. Такой у нас зайчик красивый получился. Ребята, вы не забывайте подписываться, швозачка таким рожеватым цветом, мостик, лапки. Для красы используйте рожеватый цвет, который в природе позволяет зайцу оставаться незаметно. Потом мы еще добавим чуть-чуть коричневого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...